Через 5 дней после посадки взошли первые росточки мальвы на перстянке и рудбеки волосистой. Рудбеки я посеяла на полдня позже, чем остальные семена, и поэтому сейчас оказался только один росточек. Но перстянка и мальва дала прекрасные всходы. В эти коробочки я рассадила посевы на перстянке, которые я сделала 3 марта. На сегодняшний день им ровно 2 месяца. Ну и вот так вот они выглядят. Все еще достаточно крошечные, но если учитывать, что сами семена на перстянке просто как пылинки, то нужно это засчитать как хороший результат. Такое количество саженцев. Надеюсь, что они хорошо вырастут. На следующий год она будет у меня цвести. Для сравнения я сейчас покажу в другом месте на перстянку, которую я не рассаживала по одной вот этой булиночке в коробочке, а посадила просто целиком стаканчик из туалетной бумаги, в которой она мне изначально была посеяна. Я его просто закопала в теплице. Мне было лень рассаживать полностью все стаканчики, которые у меня получились. Вот на перстянку ее саженцы, которые я посадила просто закопав целиком стаканчик с первичными посевами в теплице. Я бы сказала, что эти саженцы выглядят намного лучше, чем те, которые рассажены в коробочке, потому что у них не травмировалась корневая система изначально. Вот. Ну, посмотрим, что я буду с ними делать дальше. Я еще не решила, когда их рассаживать. А здесь у меня сеянцы мальвы, которые я посадила семенами на пробу в теплицу 19 марта. Сразу семенами сюда. Вот уже у некоторых из этих сеянцев появились первые настоящие листочки. Что меня весьма радует. Потому что эти сеянцы я сеяла, напомню, 19 марта. Вот. И сразу в теплице. Мне не нужно их будет рассаживать по стаканчикам. Уже отсюда их буду выкапывать и пересаживать на постоянное место. В отличии от сеянцев, которые я посеяла в квартире 3 марта. Марта. Рассада Рудбеки была рассажена мною около месяца назад по индивидуальным стаканчикам. И сегодня она выглядит отлично. И готова к пересадке в сад. А вот рассада мальвы выглядит не очень хорошо. Явно ей не нравится почва, в которую я ее посадила. Почву я взяла из своего сада, из компоста, который готовился в мешках. Листья у нее желтеют, сворачиваются, сохнут. Та мальва, которую я вам показывала в теплице, уже почти догоняет свою сестренку. После пересадки посмотрим, что будет с этими саженцами. Продолжение следует... Продолжение следует...